вот такая у нас сегодня погода с утра а там и солнышко чтобы быстрее прогреть на солнышко решил встать надеюсь это сработает так вот вчера пошел дождь все заледенело а сейчас посмотри какая тишь да благодать кроме рычащего машинного звука что-то не то сказал ну ладно так нас не двое человек парочка муж и жена точнее еще один прям пол восьмого написал но он не устал забронировать заказ закрылся для нее бронь но не знаю можно было бы его как-то я просто даже не знаю как это делай там все автоматически происходит но он не ответил я ему написал даже не прочитал ну что поделаешь вот и сегодня у нас я думаю будет интересный день по прогнозам солнца полдня а потом нет солнца в общем посмотрим как что будет сейчас надо за ними заехать и мы отправляемся в путь вроде бы речка такая маленькая да такая спокойненькая ну вроде в горах на спокойненько но это обманчиво сейчас зима и и это ее минимальный так скажем напор уровень а так она прям поднимается хорошенько нет по ниже по ниже вот вы там можно увидеть но всегда по-разному потому что она может собой носить все эти камни и всегда делать себе новое русло она очень бурненько там вот когда мы сейчас будем выезжать этого с этой теснины там будет часть без асфальта это то место где каждый год размывает дорогу и посмотрим как в этом году будет в прошлом году прям в июне нельзя было здесь проехать сюда проезжаешь а дальше все уже уезжаю по другой дороге она очень мощно все уезжаю какая-то есть связь не все операторы это тоже деревня а это кони называется где же так много людей стало приезжать это время и поставили не мешает доехали все такая модная почта россии почта россии это сильно самая модная на селе по себе ой калийка прям вот калийка заснежена сурсик и дерево она прям такая и так на фоне такие размытые горы получились очень красиво чуть на голову не упала а ну я смогу спровоцировать на чуть-чуть и кстати вот где это зачем написано тоже призрак построили корпус отель с рестораном и он так и не открылся я на одном призраке опять в армии вспоминаю потому что такие пустынные места загорал все время там короче но служил за байкале в этих самых войсках связи а там передающий радиопункт ближайшая деревня бывшая химия елизаветина городе елизавета проезжал ну сотки кругом 6 километров а следующий населенный пункт километров там 80 примерно ну и построить и короче говоря ну хрущевку пятиэтажку чтобы семьи там офицеров жить там так дальше жены все забунтовались никто никуда не поехал вот она там рядом с этим передающим пунктом стоит вот мы на ней загорали потому что внизу летом слепнее вот это все летает возможно оттуда забрался хорошо здесь кстати вот эти четырехэтажные которые стоят немного видел тоже видосиков которые туристы не приезжают там с палатками это залазит как это залазить не знаю и там тоже сверху делать видосики загорают красивый интересный арт-объект ну да не тает у меня в руке лежит как интересно нормально так примерзла вообще смотри да это вот это вот я взяла кусочек странно такой ветер на них дует они гуляют я можно прям на секунду ничего нормально с ним скачет он нормально рыжий чупа жрать что-то даете да ты сюда все она еще как мельница крутился ветер ветер ты могучий такой вот такой вот арт-объект на самом деле большой причем такой прям очень большой большое колесо вот такое колесо вот такое колесо у нас любители на экскурсиях подъезжать ко всем арт-объектам вот это вот именно какой-то сип белоголовый у них этот у них как у грифов голова а выглядит как орлы да я просто фоткал и скидывал орнитологом одинаковые как будто бы а у него это сипа это гриф да у грифа просто длиннее шея и он ее может свернуть также как у у сипа и она как короткая так она не очень подлиннее там еще выше есть где-то 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 а пояснинский кто мы из той стороны тоже нарисовано что-то там еще большое есть этот там бабушка вяжет там внизу самая первая которая появилась это как ее кира кирочка на это ли которая виде амазонки вот вот здесь вот это вот такой серпантин вниз самый опасный участок это вот здесь вот не поворот вот оттуда и вот до сюда вот весь подъем его до сюда надо если не поднялся там в основном бывают проблемы вот это скользко и все да и застрял не зимой а летом летом даже да потому что переднеприводные машины приезжают и думаешь надо спокойно и у них не хватает тяги на переднем приводе и они начинают тук 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 и копать а да да и раскидывает и делать хуже дорожное покрытие а потом все портится все на полоприводе пофигу как ездить вот и так они потом туда-сюда туда-сюда и у них них на не получается ну вот как вот он например ему только съехать на модерн заезжать не стоит назад да ну по льду конечно разогнался он не первый раз скорее всего красота и вот там вот видно чуть-чуть село кубан которая этот дорогу прорубили в тот момент когда сошел линейка только для этих целей здесь вот идет вот труба газовая и по ней лестница она до самого низу и ну типа для обслуживания трубы делать лестницу еще там внизу есть где вот их он там где сброс воды там когда они сбрасывают шлюзи открывают там открывается но поднимается вода такой дикий поток и как водопады попадают и очень красиво бывает страшно красиво и все наверно до конца туда и сама на тормозах иди до вокруг шум пусть так не кипишу все лишняк есть наверно такие люди которые ходят даже такую погоду проверим что там может там получше вид будет в этот вид и снег по морде дал ужас я ничего не вижу потому что круга и вот чуть-чуть бы туда пройти ветер 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 сильно мешает он меня сейчас даже подгоняет ветер такой сильный дует что маш машину шатает это жестоко лишь дверь держи не жарко произносится как а а а не а и не а и не а и не а 없고 звезда а еще нет ветер у нас сегодня продует весь день просто я здесь невозможно а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok